Значит, третий раздел, что мы берем у нас там шел, специфические техники на позвоночнике и суставах. Значит, первая из этих техник – это неоэнергетические техники. Неоэнергетические. Нео – это мышца, энергетическая – это энергия. Понятно. Значит, принцип данного вида техники – это техника, которая направлена на противодействие мышечному сокращению. То есть, эта техника может быть воздействована как приборами, ну, допустим, суть этой техники – это неостимуляция. Это может быть прибор неостимулятор, вот, это может быть стимуляция руками, скажем, идет. Вот. Ну, только давай амюра тоже. Самое удобное. Самое удобное – это. Значит, техника неостимуляции, допустим, если мы можем положить электроды, скажем, да, и стимулировать мышцу, вот, а можем стимулировать ее вот так. Значит, чем это, причем, опять же, да, противоход. Одна стимулирует, одна рука лежит. Чем отличается от вибрации? Вибрация идет вот, а миостимуляция идет вот. Понятна разница? То есть, если я, как бы, да, тормошу одно, а здесь я, как бы, грубо говоря, я разминаю мышцу. Вот. Ну, разминаю, а делаю. А после миостимуляции ко мне тоже приходилось бешеное воспаление, кстати. Те люди, которым делали только миостимуляцию, мы совершенно готовы. Здесь все должно осуществляться определенно. И потом мы же с вами говорим про технику на позвоночнике, на суставах. То есть, на определенных группах мышц. Только почему? Потому что эти мышцы, прилегающие к позвоночнику и суставам, в момент напряжения создают определенные барьеры на фоне вот этих вот соединений суставных поверхностей. Почему помимо суставов идет позвоночник? Потому что межпозвонковые суставы, они тоже, они сразу начинают реагировать. Поэтому вот эти вот ограничения подвижности, вот эти барьеры, они что делают? Они ограничивают подвижность в самих суставах. Устала уже моя? Ой, я устала просто у меня. Мы уже готовимся кормиться, и у меня просто неделя такая. Ну, сейчас мы немножечко проговорим. Я просто хочу закончить тему. Значит, следующее. Толчковые техники или трастовые. Трастовые техники или толчковые. Вот это как раз то, о чем мы говорили, но если хиропракты... Это вот этот приборчик, который уроняется, да? Нет. Вот. Значит, здесь идет сочетание как бы рычага и траста, толчка. Значит, вот смотрите. Вот что мы делаем. Вот у нас получается рычаг, вот траст. Ложим. Вот. Да? Вот. Вот рычаг. Да? То есть я веду, а потом... А потом что я делаю? Вот. Да? Противоход. То есть это рука идет. Это то, что я вам показывал на прошлом занятии. Да? Или вот на вот эти вот. Идет. Вот идет рычаг, и вот идет толчок. А что это дает? Это дает расслабление. Вся техника направлена на расслабление мышц. То есть я готовлю... Я не буду крутить. Я не буду крутить. Не бойся, да? Вот. Я веду, 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 веду немедленно, медленно. И дальше я веду толчок. То, что мы говорили до сих пор, да? Вот немедленно. Вот. Я веду амплитуду и возвращаю. Без толчка я усиливаю амплитуду. Это у нас было. А теперь вот я довожу. И вместо усиления амплитуды я делаю толчок. Да? То есть как бы мышца уходит резко. Вот это вот толчковая. Или трастовая техника. Значит... Что у нас? Один. Один. Ну давайте до фасциальной. А, все. Давайте вот фасциальные техники разберем. Красный. Значит фасциальные техники это так называемые непрямые техники, которые являются основными при работе на фасциях. Ну и в корониальной уступателе, то есть работе с черепом, они тоже применяются. Связки, мозговые оболочки, всякие сухожилия и так далее. Это фасцы, которые произошли блеонами из одной структуры, из одного листка. В процессе определенного изменения. Вот. И при работе с фасциальными техниками, то есть суть основной работы какая? Это давление. То есть руки врача совершают определенное давление на мышцу. Соответственно, через нее на фасцию. То есть это своего рода рефлексогенная техника. То есть если мы хотим заниматься глубоким массажем, глубоким фасциальным, еще говоря, фасциальным массажем и так далее. Значит, движение идет определенное. Допустим, мы берем мышцу и мы начинаем давить медленно, 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 медленно. Вот. Кумулируя как бы то напряжение, которое есть. Вот это осуществляется. Ну вот возьмем вот эту мышцу. Вот она лежит. Мы начинаем давление. Вот. Осуществляется. Дальше ослабеваем без толчков. Здесь мы фиксируем напряжение. То есть вот при этом давлении, да, лечение осуществляется на уровне фасции и сухожилия, которые проходят в данной конкретной области. И как продолжение вот этой вот техники, да, является то своеобразная техника, целое направление. Потом она развилась. Это вот то, о чем я вам говорил. Стрейнг констрейнг. Что это значит? Это значит, что мы осуществляем это движение только не на тех мышцах, которые напряжены, а на триггерных областях. Причем, вот смотрите, что у нас получается. У нас получается, допустим, вот триггерная область. Да, мы осуществляем стрейнг – это давление, констрейнг – это расслабление. То есть одномоментно мы дарим и мы расслабляем разные полюса мышцы. Вот. Давление. Потом мы можем осуществить наоборот. Здесь мы дарим, здесь мы расслабляем. То есть обязательно идет противоход. Если мы берем, предположим, мышцы, причем, смотрите, триггерная зона, предположим, здесь, да, поэтому, когда приложим воздействие на триггерную зону, мы можем констрейнг осуществлять либо здесь, либо здесь. На месте прикрепления. Не важно, не важно где. А потом, наоборот, соответственно, если мы делаем расслабление здесь, то здесь давление, а здесь расслабление. Получается, как бы, да, дословный перевод стрейнг – это давление, констрейн – это антидавление. Дословление. Ну, да, я просто перевожу с английского. Все, техники мы закончили, значит, передохните и будем, пока мы приготовим стол, приготовим талон, о ком мы будем что-то показывать. У нас по стрейнг, констрейнг будет, там, где занятие или часть занятия, но будет.